Каким же образом принцесса Драупади, то есть дочка Друпады, которую также назвали Кришна, каким же образом она вдруг стала замужней женщиной одновременно с запятью мужчинами? Сначала я хотела бы рассказать предысторию. Предыстория такова. Есть три версии, что из себя представляла Драупаде. Первая версия. Некогда жила прекрасная девушка, эта девушка не могла выйти замуж, она молилась в Шиве, молилась, молилась, совершала жестокие эпитимии, напомню, аскеза или эпитимия, это добровольное лишение своего тела каких-то удовольствий, в результате чего накапливается специальная духовная энергия, это пас, и эта энергия может быть направлена на удовлетворение какого-то желания. Обычно, когда Бог, к которому обращается человек, выполняя вот эту тапасию, то есть эту эпитимию, он, когда он бывает удовлетворен, появляется перед преданным своим, который его просит, о чем ты, спрашивает, чего тебе надо, дитя мое. Ну и она добилась того, что сам Шива к ней явился, которому она поклонялась, и он спросил ее, что же ты хочешь. Она сказала, что она хочет выйти замуж. По одной версии, она повторила это пять раз. И Шива сказал, ты сказала пять раз, что ты хочешь выйти замуж, хорошо, значит, у тебя будет в следующей жизни пятеро мужей. Девушка сказала, ой, господи, прошу тебя, нет, это же так ужасно и стыдно, как это у меня будет пятеро мужей, значит, я буду какая-то небогочестивая женщина. Ну, вроде как, у нее будет больше, чем один мужчина, и она будет считаться, ну, мягко скажем, женщиной легкого поведения. Ну что ж, Шива ей ответила, что не беспокойся, дитя мое. Каждое утро, когда ты будешь принимать омовение, ты будешь снова девственна. Таким образом, она была с каждым утром после омовения снова девственна, независимо от того, с каким из мужей она была до этого ночью. Есть еще такая версия, что она попросила Шиву, она назвала много разных достоинств мужа, которые она хочет иметь. Ну, там, например, чтобы был честный, выполнял свой долг, был там красивый, мудрый, много-много черт этих она назвала. Есть версия, что это было пять черт, есть версия, что было четырнадцать, но неважно, сколько их было. Шива выслушал ее и сказал, то, чего ты хочешь, невозможно получить в одном мужчине. Но я удовлетворю твое желание, правда, не в этой жизни, а в следующей, ты родишься, и ты выйдешь замуж за пятерых мужчин, которые будут все вместе обладать достоинствами, которые ты перечислила. Таким образом, это одна версия рождения Драупадии, причина, почему Драупадия стала женой пяти мужчин, то есть предыстория. Но есть еще другие версии, которые упоминаются в других источниках. Например, есть версия, что Драупадия – это воплощение инкарнации богини Шачи. Шачи – это супруга бога, царя богов Индры, который управляет царством богов и который еще отвечает за гром и молнии. У нее, у Шачи с Индрой произошла такая проблема в некоем прошлом. Шачи очень любила, боготворила своего супруга, она буквально ему поклонялась как богу, просто любила как мужа, а вот считала его божественным. Он, конечно, был божественным, но тем не менее она прямо ему поклонялась. И она поклонялась и восхваляла пять его достоинств. Я сейчас не помню, какие именно это были достоинства, предполагая, что тоже выполнение дхармы, честность, целомудренность и так далее. И она ему поклонялась, но я думаю, многие из вас знают, что царь богов Индра был какое-то время достаточно неоднозначен. Потому что, например, он совершал вещи, которые считались преступлением даже в мире богов. Например, он обманул жену мудреца Гаутамы Ахалью, приняв облик ее мужа, ушедшего, и вошел к ней на ложе. То есть она изменила своему мужу, думая, что это ее муж. То есть это обман и прелюбодеяние. И это не единственное из того, что он совершал. Я не склонна к тому, что Индра плохой или он хороший. Если он является царем богов, значит, он имеет какие-то качества, которые позволяют ему находиться в этом статусе. Но факт то, что у Индры были периоды падений, когда он был отстранен от трона и был наказан божественной волей. И когда Шача узнала о тех прегрешениях, которые совершил Индра, она была очень разгневанная, и она отказалась от жизни и сказала, «Я воссоединюсь с тобой только тогда, когда ты вернешь себе все свои пять благоприятных качеств и станешь снова таким же прекрасным и совершенным, каким я тебя полюбила». И она ушла из мира богов как богиня, и в соответствии с ее волей она родилась в какой-то жизни, или, может быть, в следующей жизни в Драупаде. А пять братьев-пандалов, за которых она вышла замуж, это пять частей Индры. То есть это как бы пять аспектов личности одного бога Индры. Таким образом, это трактуется как то, что она не была замужем за пятью отдельными мужчинами, и не была ни в коем случае какой-то неблагочестивой женщиной легкого поведения, а что она вышла замуж снова за своего супруга. Субтитры создавал DimaTorzok